Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России. К такому выводу министр подтолкнулась ситуация, связанная с усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе и развертыванием системы противоракетной обороны в Польше и в Румынии. Короче, враг, ребята, не дремлет. Ой, блин, да когда ж россиянам перестанут отравлять мозг-то этим бредом? 20 лет одно и то же на границе тучи ходят хмуро, край суровой, тишину и обед... Я к чему это сейчас? Слушайте, 20 лет нам рассказывают по ящику, что НАТО не сегодня-завтра на нас нападет? У меня только один вопрос. Чего ж не напали-то до сих пор? Чего они там ждут? За 20 лет только в США уже 4 президента сменились. Да и в остальных странах, входящих в Альянс, картина примерно та же. Ответьте мне кто-нибудь уже на этот вопрос. Чего они там ждут? Представляете, Гитлер бы с 41-го по 61-й ходил вдоль нашей границы и раздумывал напасть, не напасть. Да и его свои же эсэсовцы разорвали просто после такого проявления слабости. И вот теперь серьезно. А по-моему, вполне себе очевидно, никому война не нужна. Росказни о возможной войнушке, именно росказни, необходимы только нашим властям, чтобы бестолковому русскому Ване веселее на цепи сиделось. Или я один это понимаю? Начинаем! А вообще, господа, хватит уже думать, что Третья мировая война будет выглядеть как 80 лет назад. Фашисты по улицам идут, танки едут, ага. Вы еще про татарам-монголов с сабельками и арбалетами вспомните. Мир не стоит на месте. Это у нас только стабильность. Осталось лишь конные войска Будемного возродить. Третья мировая, если она случится, перейдет в плоскость экономических баталий. Как это? Да однажды к вам просто придут и скажут, все, мы эту землю купили, вот документы, собирай свои манатки и брысь. И, в общем, шаги в этом направлении давным-давно делаются. В статье 9, по-моему, этой декларации сказано, что, исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабамая и Шикотан. Или китайцев, давайте вспомним, которые уже по всей стране ведут себя как хозяева. Я даже не хочу сейчас про Дальний Восток говорить. Их вон в Екатеринбурге 200 тысяч почти, там есть целый район. Вокруг Исполинского рынка, который местные окрестили Китай городом, в котором россиян-то уже почти не осталось. В этом районе люди живут по своим нероссийским законам. Там выходит газета на китайском языке. Существует телеканал местный, тоже на китайском, и для китайцев все об этом знают. И это только один пример. А вот вам еще. Обычный на первый взгляд разговор перерос в конфликт, формально говоря, международного масштаба. В Альхонском районе на переправе люди не поделили очередь на паром. Дело в курортный сезон на Байкале, если не обыденное, то во всяком случае житейское. Но есть два но. Во-первых, одной из сторон конфликта выступили туристы из КНР, что и породило спору трансграничность. А смартфоны в руках свидетелей обеспечили конфликту широкую огласку. Вот они, будущие хозяева земли русской, которые без единого выстрела эту землю уже захватили, да продолжают. А мы все пропагандистов слушаем. Ой, там какая-то угроза от НАТО исходит. В Варшаве взвод американских автоматчиков. Видели, передают бабушке Славочке. Тебе какое дело до Варшавы-то, когда у тебя вон в Омске пачками твоих соотечественников гонят с насиженных территорий, потому что эти территории сдали в аренду иностранцам на 49 лет, читай, подарили. Это реальная журналистика. Скажу сегодня словами Киселева, не будьте лохами. Поехали. Впрочем, на самом деле поговорить-то сегодня хотелось совсем ни об этом, ни о следствии. Давайте попытаемся найти причину, а именно попробуем разобраться, кто и как из нас этих самых лохов делает. Правильно, вот вы говорите. Понятно, что пропагандисты эту машину очень хорошо настроили, и теперь она работает безотказно. А вот сейчас, внимание, вопрос. Кого вы считаете пропагандистами? Соловьев, Киселев, Скобеева, да. Вот только почему ты вбил себе в голову, что если ты выбросил телевизор, ты защитился? Без телевизора. Без телевизора. Без телевизора. Без телевизора. Без телевизора. Ты правда думаешь, что кремлевские политтехнологи не знают о существовании интернета? Ты действительно считаешь, что у этих ребят не хватило мозгов создать или купить несколько десятков каналов на Ютьюбе или в Фейсбуке и бла-бла-бла, и устроить тебе головомойку там? Даже знаю, что ты сейчас ответишь. Ну, что я, совсем дурак, что ли? Если я и киселька по ящику не захотел смотреть, прям в соцсетях начну это делать. А почему ты решил, что в соцсетях тебя станет обрабатывать человек из ящика вроде Дмитрия Константиновича? Что в целой России незасвеченных лиц не найдется? Это первое. Второе. Почему ты считаешь, что ютьюбовский пропагандист Лазутчик пойдет по тому же пути, что Искобеева начнет так же топорно агитировать за режим? Ребят, поверьте, там не дураки сидят, я имею в виду в администрации президента, они недаром свой хлеб едят. И то, о чем ты подумаешь только завтра, Кириенковские обсуждали года два назад, они все предвидели. Просчитали, подготовились и сегодня уже кормят тебя своей гнилой лапшой. Но на твоей любимой интернет-платформе знакомьтесь, господа. Блогер Михаил Советский, одно из новых лиц кремлевской пропаганды. Среднестатистический житель России на вопрос, кто правит нашей страной, не задумываясь, ответит Путин. Но если спросить, почему он так считает, то внятного ответа не получите. По сути, это мнение основывается на информационном фоне, созданном СМИ. То есть, Путин царь, потому что сказал телевизор и интернет. Интересный момент, что сам Путин говорит по этому поводу. Подожди, подожди, скажешь мне, ты этот парень не меньше твоего, между прочим, режим критикует. На первый взгляд такое действительно есть, согласен, ну а как ты хотел. Каким образом данный пропагандист к тебе в доверие должен был втереться? Впрочем, я не даром там выше оговорился на первый взгляд. А вот теперь предлагаю посмотреть, кого именно из представителей российской власти этот человек критикует. Чубайса, Силуанова, а кто их сегодня не пинает? Кого-то политтехнологи со старой площади должны были назначить плохими парнями. А хоть кого-то из ближайшего окружения главного этот человек трогает. Я имею ввиду Шойгу, Лаврова, Володина, Собянина, самого в конце концов. А с чего бы это? Этих людей не за что покритиковать. Хотя ладно, оставим данный вопрос висеть в воздухе. А вот теперь самое важное. Давайте посмотрим, кого в конце концов эти псевдоправдорубы обвиняют в бедах России. На старт, внимание. Ни для кого не секрет, что после поражения в Холодной войне в Россию было направлено тысячи американских советников, чтобы создать страну под названием Российская Федерация. Я возглавил комиссию по анализу итогов приватизации. Первые этапы итогов приватизации. И мы были поражены, когда узнали, что в правительстве работает около 1200 иностранных советников. Ух ты! Ничего не напоминает? А вот вы зря телевизор выбросили. Сходите сегодня вечером в гости к тому, у кого он есть. И посмотрите вечернее шоу Владимира Соловьева. Прикиньте. Он тоже вам расскажет, что все наши беды от распроклятых америкосов. Спят они и видят, как уничтожить Россию, матушку. А тот, кто ни при чем, он ни при чем и есть. А теперь просто сложит два и два, и что получится именно. Основная мысль, которую ежедневно вбивают людям в головы посредством зомбоящика. Вселенское зло это дядюшка ССМ. А к какому выводу тебя подводят вот эти вот интернет-каналы в каждом своем ролике? Да к тому же самому. Значительная часть людей, которые принимают решения, прямые американские назначенцы. Пойми одно, дорогой зритель, и весь этот цирк задуман с одной целью. Неважно по какой дороге ты пойдешь из точки А в точку Б. По прямой, по кривой или вообще полетишь по воздуху. Главное, чтобы ты оказался в конечном итоге в той самой точке Б. Не в В, не в Г, именно в Б. Тебя, собственно, туда и ведут. Это политика, дорогой. И главный принцип любого политика. Разделяй властвуй, чем, собственно, сегодня и занимаются наши великие. Они нас разделили. И, впрочем, об этом в следующем выпуске. А это была реальная журналистика. Пока вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху. Больше полезного и интересного. Заходите, просвещайтесь на канал. Подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте. Там тоже есть чем поживиться. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за сим спешу откланяться. Все, пока. Пока.